Вы все время промахиваете, потому что мы не понимаем, что нам интересно, честно сказать. У них там акция. Или там футбольные фанаты. Да, сложно. Но они подключаются, потому что они полезны в свою команду. И вот это их вход. И только тогда, вот так на практике, они понимают, как это работает. А потом, если компании, поскольку мелкие истории, они побеждают проще, да, если это такие мелкие компании, то они видят, как это работает. Они потом могут это перенести на свой личный опыт какой-то более серьезный. У нас очень много петиций, которые начаты успешной компании, которые начаты людьми, которые не первый раз пришли на сайт, а подписали нечто до этого, проучаствовали, увидели, как это работает, потом сделали свою историю, когда пришло время. Они оказались в какой-то ситуации, что-то произошло, совершенно различные ситуации могли быть. И они вспоминают о том, что они участвовали в такой компании, да, она была на другую тему, но они тот же механизм работы с людьми, текст, петиции и т.д. с адресатами переносят просто свою историю вот так. И я об этом говорил, что когда, почему важны вот эти истории, у нас там одна санопетика, которую мы слышим, падает вперед, что очень много историй, которые мелкие, которые там спасают одного человека, там Силькин, который получил калярску, у нас была огромная история, но не решает системы никаких проблем. Это сложный процесс системы и проблемы. И нужно только на таких историях понимать, что они способны на что-то влиять. И они способны на что-то влиять, но только организовавшись вместе и умеют, работая вместе. И такие истории, такие личные компании помогают им научиться это делать. Это серрофонное радио расширенной версии, да? Два вопроса. Вот с вчерашнего вечера, с вчерашнего дня, часть Рунета обсуждает утечку персональных данных у одной партии, и там скрылась, собственно, две проблемы. Это, во-первых, проблемы с безопасностью персональных данных пользователей, а второе, то, что в рамках этой утечки скрылось, что там было много ботов. И вот, собственно, сдвоенный вопрос, как вы решаете эту проблему. Да, первое, вот, соответственно, безопасность тех данных и вообще, насколько важен этот приоритет для вас. А во-вторых, какие у вас есть инструменты для обнаружения и пресечения работы ботов в агитированных таких устройств, которые там голосуют по-другому? Да. У нас больше половины сотрудников, у нас в общем в районе 300 человек, то есть из них больше половины, по-моему, стоит 70 человек, это люди, которые непосредственно занимаются вопросом защиты персональных данных, защиты сайта. Больше половины. Больше половины. Да, вот, поэтому везде у нас маленькие команды, как у нас, как человек, эти люди, которые взяты все остальное. Но больше половины занимаются именно этим. Мы очень связанно подходим к вопросу защиты персональных данных. Вот, и у нас вырублены, там, две системы. Одна, которая сканирует 24 часа в сутки все подписи, да, там, на фальшивые подписи, да, на спам. Вот, и вторая система, которая реагирует на любую необычную активность пользователя, когда просто ведет себя не так, а ввел по себя, допустим, человек. Вот, да, да, то есть пытается ловить любую действительность робота. Понятно, что сайты так будут, постоянно это происходит, потому что каждый человек, каждый человек, каждый человек, нужно наблюдать, чтобы не запретить антикопрозенков, чтобы показать, что чья-то проблема важна, но мы довольно успешно это отлавливаем, я очень рад, что у нас больше половины сотрудников этим занимается. Вот, и это действительно очень важный вопрос, и особенно, ну, для всех стран это очень важный вопрос, он действительно важен очень много ресурсов и время, чтобы обеспечить безопасность наших пользователей. И мы никогда не делимся данными пользователями, если бы ни какими-то третьими лицами, мы никогда ничего такого не делаем, но не дали информацию, не даем. А вот, а вы сказали, что в России также скансированы в 5 сегментах, а по какому принципу? Ванна, допустим, подписала одну петицию, записывалась на сайте, и потом начинает проходить рассылки, что он, возможно, это включается, меня заинтересует. По какому принципу эта рассылка, соответственно, на новый сайт? Она говорит о том, что вы подписали. Да, у нас есть, конечно, информация, о которой говорит о том, что вы подписали три петиции по правам человека, и две петиции по правам хранительных. Наверняка получи следующие физические по правам человека. Ну, то есть, только таким образом, и все, у нас нет больше никакой информации. И мы, честно говоря, вот, я вам скажу непосредственно, в 10 миллионах, я всего хочу десятилетиями рассказать, в 10 миллионах, у нас будет 10 миллионов пользователей, активных в России в июле, мы в первый раз с Женей, в Жене, я председал Жене Олега, в корзине в работе со СМИ в Change.org, мы решили узнать, что у нас, на самом деле, за пользователей, потому что мы хотим создать такой непольшой опрос и понять, что это за люди, потому что у нас такая информация, или нет, мы не знаем. То есть, мы видим, как реагируют люди на один или иной рассыл, который мы присылаем, и из этого мы формируем определенный пункт пакетов. Мы понимаем, окей, кто этой группы, где интересные петиции о телевидении, где интересные петиции о правах животных, и так далее. Это важно. У меня был вопрос, но уже ответил. Пятый. Вы сказали, что есть геймеры, футбольные фанаты, но я уже из ваших предыдущих ответов понял, что до конца непонятно, какие есть сегменты в итоге. Если они есть, то как вы их делитесь, под каким критерием? Три петиции однотипные, вы его куда-то уделяете? Работаете ли вы с этими сегментами, или у вас все в общей? Нет, нет, у нас конечно есть отразделение по тем, для сегментов человека, здравоохранения, образование, судебная справедливость, дети. Дети. Нет, это у нас такие, там, сколько-то больших кусков, там, тематические блоки. А также мы, по нему, произведены еще, там, дальше кусочки, есть, проблемы ветеранов, дети, действующие дети и здравоохранения. Это довольно сложная система, для того, чтобы понять, например, интересы людей. Мы эту систему тегов, да, внедряем, и в ближайшие пару недель она тоже станет публичной, а теперь авторы петиции могут сами подписывать теги, как они там, тем этап, которым они описывают, как они могут писать свою петицию, и так далее. Мы можем там еще больше понять, что люди подписывают. Вот. То есть у нас есть, примерно, представление о том, там, вот этих группам. Вот. Соответственно, когда мы рассылаем, да. Но есть такая интересная штука, что мы стараемся еще также рассказать людям нечто, что, вы, может быть, знаете, был такой недавний спор фейсбука, да, который там, разговор шел о том, что определяют определенные своих друзей, там, я друг с этим, с этим человеком, человек, как бы, в фейсбуке, довольно, как бы, ну, находится в туннеле информационном, потому что ему не поступает информация от людей, которые мысли по-другому. И в этом смысле он живет какой-то такой замкнутый, да, немножко реальность, то есть новости у него. Это вот там было спор вокруг того, как фейсбук строит этот, свой юз-фит. Вот. Но мы в этом смысле, реагируя на это, хотим рассказывать людям историю, о которых они могут и не знать. Допустим, там, история с реанимацией, или история с бэдпанком. Мы прямо в день рассылали людям, как бы, некие птицы, которые очень популярны, которые, возможно, могут быть интересны, могут быть другой причины, но они просто не подписывали ничего на эту тему еще. То есть есть, это постоянный тестер, у нас очень длинная, дробная, сложная, недельная просто система, которая тестирует, тестирует, тестирует различные письма, и просто выбирать из них самые, те, которые люди реагируют активнее всего, и тогда мы их уже делаем в том числе. Вот. Наши рассылки не идеальны, я знаю, что очень много приходят писем, мы дорогие работы, сразу говорились, и в конце года она у нас будет очень крута, и просто индивидуально, очень подобно продавшим курсом. Дмитрий, я представитель здравоохранения, на том, у меня два коробки, но важных вопросов. Я правильно поняла, что петиция считается поигранной по заявлению автора? Да, договорим с автором и адресантом. вы никаким образом не проверяете, действительно ли это так? Нет, мы смотрим, конечно, мы смотрим, если ситуация была изменена, если нет, то мы просто убираем о том, что победа. Нам это проще сделать, поскольку они выступают сразу же нам, как отмечены. Например, говорил, мы не знаем, не все авторы получают, как победа, да? Ну, то есть, вы физически не можете отслеживать, действительно ли это будет эффективно? Нет, нет, победа мы отслеживаем, это важно. Победа мы проверяем, конечно. Таким образом, уют есть, и там, в Микритогорске, автор написал, что все окей. Мы связываемся, во-первых, мы работаем с человеческими организациями, которые могут подтвердить. У нас есть, потому что, если мы, допустим, рассылаем какую-то большую историю, даже если компания не победила, мы все равно делаем определенные проекты, факты, потому что нам важно, чтобы мы не рассылали ложь. Но есть разница, есть ложь, а есть лишнюю историю, где есть право человека рассказать свою лишнюю историю субпозицией. Мы от этого помним. Конечно. И вот поэтому, из этого даже не второй вопрос. Если человек пишет о какой-то тяжелой системной проблеме и автор хочет остаться и в комнате, допустим, какое-то даже время, возможно ли это? Да. Это возможно. При этом получать перекрышную семантику от других петиций. Мы целенаправленно разрешили пользователям оставаться анонимными если они не хотят, потому что решение глобальное на всей компании, потому что в некоторых странах ситуация более жесткая. Если человек какие-то темы принимает, то можно бояться служить. Поэтому это решение принципиального пункта, и это важное решение. Мы позвали, как я уже говорил, акцент скорее не на то, что меня зовут Ваня, а то, что я делаю для того, чтобы компания прилетела. Я также участвую в различных петициях. Есть хороший пример. Я покажу компании Малитогорска. Вы ее упомянули. Первое. Когда Наталья начинала петицию, она начинала как Наталья Поюсова. Мама. И у нее было написано Наталья Поюсова. После того, как она начала петицию, там было 300 тысяч подписей, более 300 тысяч подписей, администрация детского сада позвонилась и сказала, что если она продолжит эту компанию, они ее сына или тоже, я уже не помню, выкинут из этого леса красавица. И она поменяла и поменяла на коллектив родителей. Вполне нормально. Почему нет? Это важно. И действительно был коллектив родителей не тот. Есть такая штука, это важный момент, но мы это учитываем. То есть в этом смысле никаких проблем нет, если человек хочет скрыть. То же самое, вы знаете, есть много компаний на платформе про ЛГБТ, про МЛГБТ. И зачастую авторы боятся, пока ставят свои линии, даже у тебя в подписку петиции боятся ставить свои линии, из того, что это. То есть это возможно, но вы все равно будете оказывать фронтирующую помощь? Да, конечно, конечно. Если мы можем посмотреть, если мы действительно видим, что из той или иной смысл, то мы действительно можем продвигать. А как ты писал ты, может быть, это на миг? Ну, смотрите, человек может просто подписывать петицию здесь, в этой строчке где-то было, вот тут, да, но писать на самом деле что человек хочет. Да, это факт. Но это, опять же, принципиальная наша позиция для тех, которые хотели бы... У нас есть кроме этого еще, наверное, не видно... А вот, есть такая штука внизу, которая говорит отображать лично манимые но комментарии у меня петиции. То есть человек может убрать эту птичку и скрыть свое имя туда. Если кто-то будет распечатывать петицию, кто-то автор петиции, то его имя не будет прекрасно. Но при этом человек может участвовать в акциях, хочет получать информацию, хочет помогать, хочет рассказать свою историю или стать интересным палантемом. И это важно, что люди... опять же, по статистике мы видим, комбайнеры побеждают, побеждают, потому что они очень активные люди, которые участвуют. У нас сейчас другой вопрос. Да, возойдет, правда. Меня зовут София Крышкина, я занимаюсь кибернезапасностью, королями вопросами. И вопрос как раз по моей специальности. Я так поняла, по данным MyStatNet, сервер Change.org находится в Канзасе, то есть в Америке. Соответственно, каким образом вам сейчас требования российского законодательства обработка персональных данных российских граждан, она должна быть произведена на северах в России. Вот как вы вот это требование будете соблюдать? Вы уже здесь сделали сервер, и вот ваши компании, я так поняла, американские, да, в Курлинии? Да. Да. И по поводу ваш вопрос в ответ такой. Мы, во-первых, рассматриваем решение этого вопроса, но на самом деле принципиальная для нас тут разница в том, что из-за того, что люди могут... Там, говоря о персональных данных, там где акцент на то, что это данные, которые могут идентифицироваться и идентифицировать человека. Но учитывая то, что, во-первых, мы не собираем достаточно персональных данных, во-вторых, люди могут вести абсолютно другого имя, которое могут его не идентифицировать. В этом смысле мы не попадаем в это. Но мы в любом случае, естественно, пытаемся понять, как нам себя вести в этой ситуации, если, ну как, сейчас нам нужно решать этот вопрос. То есть мы смотрим, изучаем ситуацию, мы разговариваем с плакатами, но на данный момент мы под это не попадаем. Как только ситуация изменится, смогут на качестве принимать решения, которые вам позволят быть открытыми и доступными. То есть, получается у вас полностью вот сейчас все данные в Америке, да, приняты? Вы отсюда каким-то образом управляете безопасностью? Вы знаете, они у нас, конечно, данные у нас находятся на наших серверах, но, опять же, я говорю, что сочтение персональных данных они фактически не считаются постоянным данным, потому что они не идентифицируют человека. Это все, что у нас есть у человека, это недостаточно. Это раз, во-вторых, как я уже говорил, это может быть Вася Кукин из совершенно другого города. Для участия в платформе и привлечения в объект не обязательно показывать свои. В этом как бы... Спасибо большое. У нас есть, у нас есть, особенно после того, как хочет того, чтобы были правительные. очень много, да. Но это, как бы, естественный процесс. Главное, какой язык ржигания нервности, какой там он. То есть, что-то написано. Мы не смотрим на это, конечно. Но, в принципе, позиция людей, которые считают, что это не должно существовать, окей, это позиция. Нет, я не уверен, если вы в таких путевах положите позицию, значит, вы лично в противоплощение одной из них не делаете. Не-не-не. Мы, кстати, тестируем такую штуку, когда мы рассылаем две противоположные одного человека, то есть, в одном письме те же противоположные точки зрения. Самый последний пример, мы слышали, ну, это, можно там, сравнительно ваш пример, но похож. Это, когда у нас за два дня появилось 1400 петиций о том, какие, то есть, новые рубли, которые должны быть 200 или 2000, да, что должно быть на них загружено. И все города, там, эти свои символы, есть у нас еще и Сталин, Путин, и в Чечне пяти... Кадыров. Да, в общем, куча-куча-куча-куча-куча-куча. И вот мы все думали, как же нам это разослать людям, чтобы они видят, насколько, сколько различных точек зрения, о том, что должно быть показано. Ну, то есть, нам кажется, что это именно изюмка такого рода платформы, что есть столько, много различных точек зрения. Я хочу попросить вас, вы не можете вернуться на шаг назад, когда вы рассказывали про анализ кофе. Когда вы планируете подключить к анализу мировой сетки? Какие сетки? Самооплечающиеся мировой сетки. Ох, сложный вопрос. Я же возьму функциональ, и хватит для того, чтобы все обладать. Да, да, вы знаете, да. Наши пользователи на данный момент являются источниками нашей информации. Вы знаете, сложный вопрос. Я не скажу вам, но я могу это узнать и ответить вам, пусть и можно, и снова, например. Потому что мне нужно вот это спросить у нашей команды. Да, это сложно. Спасибо за это. Хотите, два раза. Ох, нет, простите, надо себе больше спросить. Спасибо. Тематическому вопросу. Владимир Ильич. Хотел спросить, довольно много видится и относятся к цветам полномочий и господновения. Вы как-то воспринимаетесь с ними какие-то взаимодействия или консультируетесь как-то, опять же, борьбе о том, что есть какая-то работа по поводу незаимного направить, может быть такая непростая история. Надо точно попросить за свои вопросы. Как у Вас вообще в принципе существует? Нет? Ни в России? Пока очень минимальный уровень. Потому что, опять же, у нас два человека. И у нас, к сожалению, не было такой возможности как у нас в России. Как мы приехали вот сейчас, это наш первый шаг, когда мы начинаем общаться с кем. Мы можем пообщаться по тому, чтобы рассказать действительно вот эту другую сторону очень черт. Рассказать, может, подробнее, как мы работаем, что люди не пугались. Думает, правда тому, что компании уже не пугаются. Инвестируются, они рефицируют свои аккаунты. Это первый шаг. Мне кажется, это очень важно, потому что, например, банк, Альянс, это покажет, какой-нибудь тестированный, надеюсь, партии чиновников и так далее, публичных людей, которые в дальнейшем могут соединиться и стать рефицированными адвесатами. Но на данный момент, да, минимально, конечно. Надеемся, что Женя может быть постановлен какие-то постоянные контакты, но пока у нас есть такая штука, что авторы петиции сами напрямую общаются. Например, вот эта Ольга Рыбковская, ее пригласили в Совет Федерации сейчас обсуждать этот законопроект, который был представлен на этих картах. У нас есть Юлия Горбунова, которая, может быть, вы знаете, задала петицию о расщеплении губы и неба, детях с расщеплением губы и неба, потому что эти детям не давали статус инвалидности, и она добилась принятия закона о том, чтобы эти детям давали статус инвалидности. Ее также приглашали на обсуждение. Она прилеталась на Москву, встречалась с есть у них взаимодействие. На данный момент нам кажется это достаточно, потому что лучше всего о чендерах, о деятельности и о компаниях рассказывать нашим пользователям, почему-то мы можем делать мы. Мы вступаем в такие разговоры, когда речь идет касательно нашего существования, деятельности. Может быть, консультивность того, как мы можем делать разлегаемые петиции, спонсировать компанию, но пока это все довольно минимально. Но пока наши пользователи столько всего рассказать, как все делают и наши, нам, как и нет, даже все подрострилить. Какой ответ? Вопрос, у меня есть ответы или нет? Хорошо, я буду очковывать. Рокационный вопрос, два. Первое. Ну, раз у вас проходят все в Америке в сравнении функционального ракета, в связи с международной ситуацией. Большинство возможностей от людей, которые не пользуются вашей платформой. Они как раз и звучат, что, раз вы находитесь в Америке, это значит, что, в принципе, запрашиваемая информация по органами власти, может быть вам предоставлена, и вы тем самым являетесь, ну, скажем так, платформой для сбора статистической информации о том, что происходит в России в том числе. и это основное вопросение, которое высказывают те, кто не участвует в качестве подписантов, или в качестве тех, кто... Потому что вы изучаете, вы обладаете полной картиной социальных проблем в России, ла-ла-ла-ла. Вот. И второй вопрос, следовательно. Я понимаю, что вы только наращиваете объем информации, и содержание ваших синдромов с принципами по поводу статистической информации о проблемах, которые поднимают россияне. Вы эту информацию можете найти на роли. у них есть публично открытые данные, сколько аппетиций, каким проблемам было создано. Мы это делаем гораздо хуже, признаюсь, но мы над этим работаем, и вот уже теги и прочие системы, которые мы буквально в этом портале собираемся представить, позволят вам всем открыто наблюдать видеть, сколько петиции есть, с каким проблемами было значено, какие темы самые популярные, и так далее. То есть это не скрытая информация. В этом смысле трудно говорить, ну как вы понимаете, что мы... Запросы-то есть, со стороны? Ну смотрите, если есть запросы, у нас есть очень четкое правило по поводу того, что принцип сообщества, что любые действия пользователя не должны нарушать местные законодательства, и в этом смысле есть какие-то вопросы любого государства по поводу деятельности, активности какой-то на петиции, мы готовы на них ответить на никакого вопроса в принципе если нет. Но это все равно, что... не знаю, ну да, как-то... я не знаю, что сказать поводу того, на самом деле. Потому что по статистике о том, какие проблемы существуют в России, я говорю, это можно зайти на ROI и посмотреть то же самое. Только что у нас пять раз больше информации, правда, потому что у нас больше пользователей, они более активные, они больше подтверждают, но по сути как бы в принципе такой же это все типично из-за того, что мы можем помочь.